Смотрим динамическую систему, на которую воздействуют негативные факторы. Ну, что касается негативных факторов, ну, правление У, значит, негативных факторов и МУ здесь. Значит, что касается негативных факторов, то, вообще говоря, что-нибудь мы о них знаем. Ну, вот примеры, которые есть в летательных аппаратах, это, что у нас? У нас ветер, у нас плотность, меняется погода, меняется плотность и так далее. То есть, грубо говоря, лучше всего предсказывают, что будет эта нейросеть. Значит, есть статистика по классификации, например, фронт, например, значит, столкновение фронтов и так далее, и так далее. То, так сказать, эти факторы вот во втором движении лишь можно считать вероятностными, но такая совсем невероятность. Если вы спросите тех, кто конструирует самолеты, значит, оказывается, что, значит, целая серия положения равновесия совсем не обязательно есть хорошо, что они являются устойчивыми, вдох или вдох. Ну, почему? Потому что, значит, если они неустойчивы, то, с точки зрения теории управления, у них там, например, маневренность будет лучше и так далее. Поэтому, значит, здесь вещь идет о, значит, устойчивости, которая называется как квазиембриантность. Базиембриантность. Это, ну, вот. Так. Возьмембриантность. Значит, это территория, начинающаяся в некотором множестве G, под действием системы управления и негативных факторов остается в этом множестве. Значит, другое название к базеембриантность в положительном направлении. Устойчивость на множестве, устойчивость в большом. Есть еще десятки определений, о которых, может быть, поговорим чуть попозже. Значит, эта задача актуальна для летательных парадок, для бесплыводников, для садов, для… В общем, все, что движется в средах космического летательного парада, движения в среде, это, значит, он, например, просто судно, он, значит, езжуя на Крым, с подпределённым углом, подвернется, ну, а дальше все, что угодно. То же самое касается летательного парада. Значит, например, пассажирки смотрят, если область ангажа там больше 45, это большая перегрузка и для пассажиров и так далее. Поэтому, значит, поэтому это нежелательно для летательного аппарата, значит, и не только для летательного парада, но для осмотренных систем. Значит, было получено так, история вопроса упирается еще, наверное, в очень далекие 50-е годы. Вот использовано определение, оно использовано впервые, может быть, Каменковым, значит, Георгем Владимировичем, Деритейниковым, Викторе Георгиевичем, ну, Савурием, все другие путематики, которые занимались теорией устойчивости очень-очень давно, вот, так сказать, ну, они внесли свой сильный вклад именно в теорию устойчивости, соответствующего возраста. Ну, система управления, наши беспилотники, в общем, издевают вот такое множество систем бронимитарных аппаратов, которые должны не позволить под воздействием, значит, негатерарированных факторов выйти систему на аварийный режим. Значит, были получены соответствующие необходимые достаточные условия с помощью аппаратов функции Альпанова, только которых от функции Альпанова давно ничего не осталось, это был специальный аппарат. Ну, сложно сказать, что функция Альпанова – это функция Альпанова, если ее поверхности, например, являются дифиоморфными гиберплоскостями. Вот. Здесь связано было вот… Дальше понимаем, я вот выбегаю в БСНК. Там особые свойства монотонности, значит, вот поверхности уровней дифиоморфные рассматриваем границы, значит, и, так сказать, есть особые свойства монотонности, теперь, пожалуйста, обратно, обратно и в сторону. Вот это условие, которое здесь написано, значит, проверяется на границе множества. Это весьма эффективно, весьма эффективно. Ну, например, случайный поиск адапционный, значит, который позволяет это все сделать. А как проверять, значит, мы что? Мы стремимся получать условия неуходимые и достаточные, которые можно проверить высокоэффективными численными методами. Заодно и построить соответствующий класс управления. Пожалуйста. Ну, вот это условие можно проверять. Сейчас будет написано еще ниже, чем уже. Ну, значит… Так. Ну, ладно. Теперь выше. Значит, ежели у нас есть управление не одно, а ежели их много, значит, цикализирующих, то, естественно, ставить за задачу оптимальной стабилизации в том и в том смысле. Ну, например, задача со свойственными движениями, это переходящую, когда она перейдет в эпизуално-окрестность, например, особой точкой, наиболее быстром. Вот. И целый ряд других задач стабилизаций топлива. Но что-то из этого было рассмотрено, в общем-то, достаточно много. А самое интересное возникает за тем, когда система становится неустойчив. В чем дело? Нельзя ли сделать систему неустойчив? А вот, наверное, нельзя. Вот давайте посмотрим на летательный аппарат. Значит, в принципе, система управления летательного аппарата весьма ограничена. А ветер, например, шквальный или, там, буря, так сказать, он не ограничен ничем. Поэтому устойчивость в критических случаях, например, в случае посадки, значит, может иметь трагическое значение для летательного аппарата. Ну, наверное, значит, официальное видео, как самолет находится самолет, на который дует ветер, это и, так сказать, он забегает на вторую или на третью, он качает. Иногда он ставит очень счастливый случай, когда все остаются живы. А, значит, теперь, пожалуйста, дальше. Значит, в том случае, когда неустойчивость, а неустойчивость, вот здесь написано, необходимые достаточные условиями устойчивости, значит, написано соответственно, вот, то дальше будет возникнуть, так, а вот следующая формула вот здесь, вот, вот эта формула, значит, позволяет нам, значит, определить устойчивость системы и неустойчивость, значит, максимум по допустимому управлению отдающим ограничениям, максимум, то есть на границе, на границе множества, максимум среди негативных фактов, опять же, с ограничениями, вот. Мы это можем эффективно проверить, вот эти условия и получить неустойчивость. А вот если неустойчивость, то что же дальше-то? Дальше возникает серия задач, а не рассмотрите, если уж совсем всё плохо, то эти варианты остаются одни. Значит, надо самолёт сажать на другом аэродроме. А ежели, значит, может быть, здесь, значит, речь идёт о неустойчивости, которую можно понимать в каком-то другом смысле, то возникает серия других задач. Значит, пожалуйста, и нет. И вот вкратце об этих задачах. Во-первых, задача оценки фазового потока или задача оценки области достижимости. О них говорили многие механики, специалисты теории управления. Ну вот, на целом ряде конференций, в том числе и, значит, службе, я рассказывал о своих методах, о своих методах, например, в рамках известных методов строения системы сравнения используя соответствующих вектор функций. У нас, скажем, некоторые множества, которые мы хотим оценивать. Значит, вначале мы оцениваем, скажем, алипсовины, которые начинаем вращать. Значит, у нас уже оцены получаются. Улучшаются. А затем мы начинаем оценивать. Так, это множество уже. А затем мы начинаем оценивать уже, значит, другими классами функций, тоже, которые связаны с функцией экономики. У нас, значит, все эти оценки, значит, мера сверху и снизу оценок, и восхождение между этим множеством существенно улучшается. Значит, кроме оценок, можно рассматривать, значит, когда это множество уже не стационарно, зависит от времени. Это в духе задач известного математики Читара. Это когда на начальном множестве и на конечном интервале есть конечный множество. Или, значит, перевод из одного множества в другое множество. Здесь также это может быть актуально практических задач. Значит, дальше, пожалуйста. Значит, наконец, при очень сильном ветре возникает задача дрейфа. Это когда все сносит, не существует, не существует, так сказать, вообще ни одной ректории, когда остается. в том числе особые точки просто убиваются взмущениями. Вот, значит, там будет написано достаточное условие дрейф. Ну, там, B это функция, пробная функция липнова, это особый вид, там, на который он и стал обращать внимание, но о которых я расскажу как-то вот здесь, на этой конференции. Значит, достаточные условия тоже получены, соответственно, в этом виде. вот. То есть, я просто хочу сказать, что между вариантом, когда все хорошо, система стабилизмет, и когда все, все очень плохо, и на соответствующем лаборатории существует, вот, как бы, большое количество понятий, в каком смысле система устойчива, в каком смысле, система может быть принята, значит, разрешен, разрешена посадка для каких-то условий, ну, например, когда у летчика топливо уже исчерпан. И, значит, при совершенно различных факторах, о природе, которых мы знаем, значит, дальше, пожалуйста. Ну, здесь ничего не хватает. При совершенно различных факторах, о которых мы знаем, строится в нейросети, в результате, значит, удовлетворяет у нас прогноз, получаем прогнозы в нейросетях, соответственно, основной прогноз, а ежели есть статистика, то получаем вероятностные прогнозы, а дальше, так сказать, заложив это, мы начинаем улучшать понимание неустойчивости в начальном смысле, может быть, здесь, возможно, садиться. Так, есть у меня время нарисовать не примеры, а картинки в начале просто картинки, если еще останется время, то напишем все справа. Значит, вот пусть у нас начало прогноза, единственное Значит, вот пусть у нас начало прогноза, единственное особое. это точка, а вот это у нас, соответственно, устойчивая только новая система, которая наматывает все трикторию на некоторый цикл, ну или некоторую поверхность, наметывается еще с одной стороны. то есть все вот точки вот этой поверхности, то есть она в гладкой дифеоморфной сфере, значит, являются омега-усто, омега-продельными для точек внутри, ограниченных и точек извне. Ну вот, дальше начинается воздействие негативных факторов. Значит, без систем управления появляется что-то, которое, так сказать, называется, значит, в духе фонуса Четраева, под воздействием негативных факторов, вот этот вот аналог цикла, или вот этого многомерного, разрушается и возникает в область неустойчивости. Значит, под воздействием систем управления, значит, под под воздействием систем управления у нас, если эта область достаточно маленькая, то картинка, в принципе, остается такой же точкой, а если, значит, область становится больше, то все-таки там вот эти факторы начинают умевать, то есть картинка вот эта повторяется. Вот, значит, теперь вот немножко о вероятности. Значит, негативные факторы, ну, значит, задаются каким-либо членом, который входит в парамет. Если мы знаем ожидаемое, ожидаемое событие, значит, соответствующую группу, то по статистике в этой группе мы не знаем, как распределем по статистике соответствующий коэффициент. Ну, как мы, скажем так. И, значит, насчеты показывают, что, например, система является устойчивой, если параметр D, значит, здесь вот условная вероятность при условии, что там, например, соответственно, возникает фактор, ну, например, фронт движется с севера, значит, по-пределению. Например, это у нас вторая группа. Ну, значит, система стабилизируема, если у нас вот этот параметр входящий является меньше, чем позволяет система управления. Если все-таки фактор возникает больше, то вот интеграл поэтому определяет вероятность, что у нас система не является неустойчивой. Ну, в самом деле, значит, вот при больших ветрах, с одной стороны, наверное, мы замечали, что все время есть какие-то ветра, которые дуют и слева, и справа, и, значит, и вдруг болт начинает дуть. Но это, с одной стороны, характерно, а с другой стороны, значит, это вот может оказаться вверхное влияние. Ну, и, значит, очень часто мы видели, что ветер, который дует, например, с севера на юг, все хорошо, но подходит несколько минут, начинает ветер дуть с запада на восток, например. Значит, поэтому возникает вот такая область, то есть, в этом смысле возникает область, которая не может справиться с системой управлениями, в данном случае, скажем, беспилотником, и беспилотник сгибает. Ну, и вот определенную вероятность вот все-таки можно посчитать. Значит, систему можно написать, но вряд ли сейчас это имеет смысл, так что спасибо за внимание.